так всем привет и сегодняшнем видео мы поговорим о том как и где брать бесплатные платные статьи для нашего интернет блога либо таких платформ как яндекс зен либо вконтакте для начала определим бесплатные и платные методы начну с платных методов подготовил ссылки точнее не ссылки а вкладки в ходе моего разбора по видео будем переходить на них и я буду останавливаться и рассказывать более подробно но для начала нам нужно взять три вкладки для внимания это биржи фриланса фриланс marketplace тоже как его называют первое это у нас к ворк фл и вебланцер на самом деле фриланс бирж существует огромное количество вы также можете их найти в интернете на эти фриланс бирже для быстрого доступа я оставлю ссылочки в описании что мы будем на них делать нам нужно найти человека который занимается изготовлением написанием наших статей сейчас еще раз повторяю это платный способ почему лучше искать на биржах фриланса биржи фриланса гарантируют вам надежность и проверенность она заключается в том что вы не рискуете своими денежными средствами случае плохого результата исполнителя то есть если он написал вам плохую статью не вовремя ее отправил либо есть какие-то недочеты по ней вы всегда можете судить этот вопрос и вам вернут денежные средства в том размере в котором ну возможно заключалась ошибка копирайтера вот это очень удобно потому что искать копирайтеров индивидуальных не всегда есть хорошая идея потому что можно нарваться на мошенников недобросовестных людей которые возьмут с вас деньги и не отправят либо отправят не очень приятные вещи поэтому заказывайте именно на фриланс маркетплейс их ищите и так переведите перейдем во вкладку тексты и переводы естественно нам понадобятся статьи продающие тексты и либо seo тексты то есть любое что связано с написанием статей и текстов ищите такие же вкладки я показываю на одной из фриланс бирж не будем затрагивать другие они идентичны похоже регистрация у них у всех простая то есть это через почту вы регистрируйтесь и у вас появляется свой личный кабинет принимает все услуги оплат так и давайте еще раз поковорку нам как я уже повторю надо будет перейти в любую из тем вот давайте перейдем статьи и и нам нужно найти примеру какой вы занимаетесь тематикой если вы пишете блок примеру на тему красота и мода допустим можно выбрать поставить галочку что очень удобно красота и мода вот и здесь отображаются оценки пользователей оценки заказчиков которые заказывали у данного копирайтера работу посмотреть цену более подробно переходим на его вкладку что характерно на сайте фриланс биржа вы можете работать как заказчиком так и исполнителем то есть если немного отступления имеете какие-то навыки в рисовании там программированием можете также попробовать себя на этой фриланс бирже и возможно у вас это станет либо источником дополнительного дохода либо постоянной работы и так как я уже сказал мы перешли на эту вкладку на вкладку исполнителя и давайте посмотрим какие у него есть услуги да то есть можно просмотреть цену можно посмотреть описание работ которую он производит когда делает ваш заказ можно связаться вот видите кнопочка связаться переговорить вы отправляете работу назначаете время договаривайтесь и тем самым исполнитель делает работу которую вы заказывали вот вот видите также подтверждение возврат денег 100 процента гарантированно вот то есть это возврат который приходит в случае неудовлетворительной работы исполнитель но бывает очень крайне редко потому что исполнители дорожат свои работы дорожат репутации на сайте от этого очень много зависит потому что именно по этим критериям заказчики и смотрят и заказывают работы у копирайтеров вот в принципе по платным методам мы будем пересекаться как платно-бесплатные методы где-то искать тем методики чтобы можно было удешевить нашу работу если говорить о бесплатных методах естественно бесплатный самый простой когда вы пишете своими руками то есть у вас есть мысль вы ее излагает с помощью клавиатуры либо примеру я иногда пользовался вот таким очень удобным сервисом самым простым которые есть у каждого с помощью голосового ввода примеру мы переходим угол то есть мы нам надо найти документ нажать пустой документ но вы естественно зовете ее под свою тему кратенькая сейчас вам покажу очень интересная тема инструменты крайне точно он воспроизводит слова по единственная проблема с точками и запятыми то есть ему нужно будет говорить примеру поставь точку запятую но в принципе вы можете все голосом записать а потом проставить правильные знаки припинания вот нам надо будет прийти вкладочку инструменты и нажать голосовой ввод и с помощью голосового ввода вы излагаете излагаете свою мысль у вас сразу заполняется документ потом проставляете знаки припинания все статья примеру будет у вас готова вставляете картинки и отправляете на свой блог так как я уже сказал это самые лучшие способы то есть когда вы печатаете либо заполняете голосовым вводом то есть излагаете именно свою мысль и ваша мысль она будет уникальный неповторимый вот но не всегда бывает так не всегда бывает столько полета мыслей идей и для блога иногда приходится писать очень много статей на самом деле вот какую я тему сейчас открыл это рерайтинг больше большинство статей которые и блогов написано в интернете они обрабатываются то есть мысль как бы сохраняется но порядок слов либо сама структура текста меняется вот то есть равносильно что примеру мы написали в тексте было написано маша мы поменяли на дашу и тому подобное вот в некотором мысль немножко чуть-чуть искажается но смысл остается как бы тем то есть вы можете также примеру прочитать какую-либо статью и попробовать на свой лад и и пересказать написать уже своим интересным методом либо не совсем приятный способ примеру я открыл какой по моему блок какую-то да тут вот примеру отказ от электросетей вот вы его копируете либо это вот я вам как пример рассказываю берете эту статью и отправляете копирайтеру пишите ему и говорите мне примеру нужно сделать вера один дату чтобы он вам изменил эту статью естественно говорит обговариваете цену она будет намного дешевле потому что у вас есть как бы такая готовая статья хоть и она немножко сказать ворованная но вы скажете чтобы она была изменена по смыслу и чтобы она прошла антиплагиат способ крайне неприятный поэтому лучше я рекомендую хотя бы то есть прочитали статью и своими словами попытайтесь ее рассказать далее какой есть еще способ иногда берут иностранные статьи иностранные блоги и свой блок уже переведенный текст с английского либо с немецкого переводит ставит пунктуацию делает смысл и также выводит его на блог примеру это может быть я захожу с помощью специального сервиса он и именно ищет это так да гоу по иностранным сервисам блоги примеру зайдем найдем тему если вы хорошо разбирайтесь в английском можете сразу написать если у вас есть непонимание в английском можете с помощью гугла я сразу подготовил написать пример технологии 2020 то есть вот он технологии 2020 мы копируем вставляем примеру и переходим вот видите даже news у нас что характерно вы можете искать по регионам можно искать вот австрия бельгия китай различные страны то есть очень интересно удобно потому что если искать в обычном гугле яндексе он обычно выдает именно русскоязычные сайты мы нашли какую-то вкладку сайта блога и ищем наиболее интересную тематику вот если у вас еще будет встроен вот видите так же сразу так у нас здесь не получилось перевести на русский а не получилось все вы можете даже прочитать сразу он google перевел подходит ли вам эта статья нет для более качественного перевода вы также можете пример вот я сейчас просто показывал на английский перевести скопировать этот текст проверить на плагиат плагиат проверяем ссылочки будут в описании с помощью вот таких сервисов эти сервисы тоже можно найти в поисковых системах то есть пишем проверить текст на антиплагиат все мы вставляем его вот самый по моему быстрый вот вот этот у нас contact watch я иногда пробую тоже ну иногда вот не вставил несколькими способами проверяем так сейчас мы вернемся вот вот я копирую мы сейчас уберем вот все проверить на уникальность здесь он также исправляет ошибки вот можно здесь тоже проверить сразу можно либо через google перевести но потом вам придется все равно исправлять его потому что google он не переводит так качественно как может перевести человек потому что все равно не дошел до того уровень процесса где переводчики хорошо понимают англоязычные слова в правильных интерпретациях все вот мы наш скопировали текст вот увидите даже есть кто-то уже вот пользовался этими способами смотрите потому что вот видите уникальность текста даже можем перейти на какой-то адрес страницы где и посмотреть что у нас вот этот текст уже использовался да то есть способ этим способом люди также пользуются также они занимаются этим поэтому нам нужно искать уникальный как бы текст который еще не успели до вас грубо говоря стыбзить можно так сказать да но конечно способ это не совсем правильный но с другой стороны вы с английского переводите на русский можете под свой лад перевести что-то подправить мысль донести более по своему усмотрению и уже текст будет другим иностранцы не будут этим заниматься проверять где-то был у вас их не текст переведен на ру на русский и тому подобное если вы конечно не берете с крупных каких-то блогов сайтов там там forbes вот как вот здесь вот по моему вот forbes написан да и тому подобное да и в основном очень тяжело сейчас доказать что если примеру даже если вы написали статью выложили ее и потом захотели проверить и нашли подобие вашей темы на другом сайте вот это тяжело будет доказывать ставят защиту о защите можно поговорить следующих видео если вы захотите этого защите авторских прав но очень редко этим занимается поэтому кто успел первым выложить тот и считается так как таковым автором как я уже сказал вы также можете брать английскую статью допустим давайте сейчас вот сюда сначала ее проверить так грубо говоря на плагиат как я уже показывал то есть копируете вставляете вот либо отдать на качественный перевод также фрилансеру исполнителю вот видите также тексты и переводы и нам нужно будет найти переводы 70 74 языков вот и можно также здесь написать с какого языка примеру перевести с английского на русский и тому подобное и так это был способ с помощью англоязычного сайта так а теперь давайте поговорим где еще можно у нас взять бесплатный текст также вы можете варьировать youtube допустим сейчас мы зайдем на youtube найти какого-нибудь блогера который рассказывал примеру интересные вещи тоже способ не совсем правильный но он является бесплатным да допустим вот например ну 808 у нас на обзор ноутбука переходим на его вкладочку пропустить рекламу так нажмем паузу так привяжки мы вовсе компании обязательно вот нам нужно найти вот эти три точечки и посмотрите расшифровку видео самое классно тоже вы можете взять послушать этого автора если вы еще интересуетесь в этой теме вы послушаете его сделайте выводы и попробуйте опять же написать либо рассказать с помощью голосового ввода на свой лад вот в чем заключается тоже классная фишка вы не воруйте текст а как бы его пересказывайте на свой лад по-своему очень интересная тема и в этой теме будет очень мало плагиата то есть вы будете можно сказать уникальным автором рассказывая на свой рад на свой лад потому что очень часто даже если вы поймете эту тему и расскажете так как вы захотите вероятность того что вы совпадете с другим текстом очень мало вот как я уже сказал вот мы нажимаем на три точки открываем расшифровку видео и появляется у нас текст этот текст который у нас говорит автор в нашем видео можно для удобства показатели скрыть временные отметки также копируем этот текст отправляем на проверку в завершение хотелось бы сказать и дополнить что если вы будете заниматься на профессиональном уровне то есть оставлять свой интернет блок вам нужно найти качественного исполнителя качественного копирайтера делать очень качественные рерайтинги чтобы было это интересно захватывающее и чтобы люди вас читали интересовались и все у вас будет отлично на этом все желаю вам отличных статей позитивных мыслей палец вверх подписываемся на канал и до новых встреч пока пока пока